Уфа готовится к международным событиям в экономике и политике. На следующей неделе столица Башкирии принимает саммиты БРИКС и ШОС. Ожидается 10 тысяч гостей. Делегации стран-участницы, стран-наблюдатели, представители бизнеса уже прибывают журналисты и переводчики. Ну а помимо организации деловой части форума, подготовлена большая программа, которая познакомит гостей с башкирским национальным колоритом. Репортаж Светланы Костиной. Этот инструмент не делали великие мастера. Его создала сама природа. Сухие стебли, собранные в уральских горах, звучат даже без обработки профессионала. Курай – народный инструмент. Его лиричный голос как будто погружает в историю башкирского края. Если, например, в лесу растет курай, тростник, да, я подхожу, я постучу. Бывают некоторые толстые внутри, бывают некоторые, они хрупкие такие. А хрупкие, конечно, это большее звучание и красивое звучание. Этническая деревня, где можно познакомиться с историей Башкортостана, официально открылась. Здесь гости попробуют настоящий башкирский мед, примерят национальные украшения и узнают историю российского предуралия. В этой юрте можно познакомиться с народами, которые проживают в республике Башкортостан. Чеченцы, грузины, латыши, вьетнамцы, евреи, таджики. Всего более сотни. Ну и напоследок традиция, которая, в общем-то, знакома и близка всем национальностям. Если вы впервые в каком-то месте, то повяжите ленточку, и желание сбудется. Огромные волочные юрты расположились в самом центре города, недалеко от Конгресс-холла, где будут проходить основные мероприятия саммитов. Лучше понять друг друга в обсуждении политических и экономических вопросов участникам совещания помогут профессиональные переводчики. Синхронный перевод будет вестись на четырех языках — русском, английском, китайском и монгольском. На саммиты Шоссе, БРИКС приедут главы девяти государств. Плюс еще около десяти тысяч представителей бизнес-элиты, чиновников, журналистов и волонтеров. Чтобы принять такое количество гостей, был модернизирован аэропорт. Появился новый международный терминал и реконструирована взлетная полоса. Самым большим самолетом является Boeing 747-400, на котором подлетят главы делегаций Индии и Китая. За подготовкой к саммиту уже следят десятки иностранных журналистов. В рамках заседаний Шосс планируется обсудить стратегию развития стран-участниц на ближайшие 10 лет, а также решить вопрос о новых членах организации. К Шосс планирует присоединиться Индия и Пакистан. Саммит БРИКС обещает быть не менее интересным. Например, запуск амбициозного проекта нового банка развития. Большую часть суммы на его создание готов выделить в Китай. Иностранные журналисты отмечают высокий интерес к этой теме. У нас тоже есть какая-то инициатива «Один пояс, один шосс». И в России тоже есть такая инициатива «Евразийский экономический союз». И как Китай и Россия могут сотрудничать в этих рамках. Это тоже интересная тема. Уфа встречает гостей новыми дорогами, зелеными парками, современными отелями и обновленными концертными залами. В программе и классический русский балет, зажигательные национальные танцы и даже китайская музыка. Светлана Костяна, Олег Матюшин, Анатолий Минеев. Первый канал. Уфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова